Если сравнивать то, что оставил Хрущев Брежневу и Косыгину, то на фоне Ельцина он, конечно, будет выдающейся государственной фигурой. Не случайно у нас говорят, что все познается сравнением. В данном случае надо сравнивать то наследие, которое Баленков и Хрущев получили от Сталина, и то, что они оставили после себя. Ну, чтобы голословным не быть, я вам сейчас приведу просто цифры. Подождите минутку, я открою свою книгу и вам приведу просто буквально пару цифр. Я думаю, что у любого здравого человека волосы дыбом встанут. Истоки Косыгинской реформы. Вот у меня тут главка, и вот я прям зачитаю, что тут написано. Келдыш пишет, Косыгин, это декабрь 64-го года. В докладе устанавливается, что при выполнении ряда важнейших показателей семилетнего плана, а я напомню, что на внеочередном 21-м партийном съезде, который состоялся в 59-м году, неожиданно шестилетка была заменена, прошу прощения, шестая пятилетка была заменена на семилетку. Так вот, это получается 59-й, 65-й год. Так вот, устанавливают, что при выполнении ряда важнейших показателей семилетнего плана по развитию промышленного производства в экономической жизни страны за последние годы имеет место ряд серьезных отрицательных явлений, которые в целом выражаются в замедлении темпов экономического развития и снижении экономической эффективности общественного производства. Об этом свидетельствуют следующие сводные данные, характеризующие темпы экономического развития в процентах. Ну, например, национальный доход за 54-й, 58-й год 11%, а за 61-й, 63-й, 5-6. То есть почти ровно в два раза упало. Промышленности за 54-й, 58-й, 11-й, 4-й, а в 61-м, 63-м 9-0. При этом, если группа отраслей А, то есть базовые отрасли промышленности, в том числе и ВПК, сократилась примерно на 2%, то группа отраслей Б, то есть ширпотреб, с 9,3 до 6,5. Сельское хозяйство здесь вообще просто аут. Значит, в 1954-м, в 1958-м годах сельское хозяйство 8,6%, в 59-м, в 63-м ноль, в 61-м, в 63-м ноль. Вы представляете? Распиаренная целинная эпопея, она не просто не дала никакого эффекта, она просто привела к краху аграрного производства в стране. Капитальные вложения, то есть инвестиции, то, что Сталин, Струмилин, Варга и другие выдающиеся экономисты считали двигателем экономического прогресса. Значит, в 1954-м, в 1958-м годах 15%, а в 61-м, в 63-м 4. Почти в 4 раза сокращение. Теперь, вот общая площадь жилищ. Я вам цитирую, как написано в этой справке. Это вот опять, это рушит все устоявшиеся догмы и штампы о хрущевской строительной политике. Что он, дескать, переселил миллионы и миллионы людей. Да, переселил. Только когда и куда? Значит, в 1954-м, в 1958-м годах 18,2, в 1961-м, в 1963-м минус 2,2. Даже не ноль. Еще хуже, чем в сельском хозяйстве. Доходы на душу населения в 1954-м, в 1958-м выросли в 6,2, а уже в 1961-м, в 1963-м только в 2,3. В три раза падение. Это я вам только некоторые цифры считаю. Про производительность труда, промышленности, в сельском хозяйстве, ну и так далее, и так далее. Там просто убийственные цифры. Убийственные. Они практически полностью коллерируются с тем, значит, что было в докладе Шелепина-Полянского, который не прозвучал на Октябрьском плену МЦК. То есть, видимо, они тоже получали какую-то информацию, может быть, даже от того же Шелепина, по такому же запросу. Тем более, что Шелепин возглавлял с ноября 1962-го года комитет, вот этот знаменитый, комитет государственно-партийного контроля, ЦК КПСС и Совета Министров. И он мог получать от любых государственных органов, общественных организаций, по своим запросам, любую информацию. Это опять-таки коллерируется с тем, о чем мне говорил Виктор Николаевич Миронов в одной из последних программ, когда рассказывал, что еще осенью 1962-го года его отец, Николай Романович Миронов, который тогда был заведующим отделом административных органов, по приглашению Фрола Романовича Козлова, поехал в Спасклепике Рязанской области в охотничье хозяйство, но не поохотиться, а поговорить. И вот там Козлов Миронову показал все вот эти цифры, еще в 1962-м году, и сказал, что Советский Союз ждет катастрофы в экономике, Хрущева надо немедленно снимать. Но, как известно, в апреле 1963-го года у Фрола Романовича случился инсульт, и он этот инсульт, по сути дела, и свел его в могилу. Там еще добавился инфаркт, ну и так далее, и так далее. И в январе 1965-го года он умрет. Почему, собственно говоря, Брежнев и стал первым секретарем? Потому что его именно из-за этого перевели в ЦК, опять вернули на должность секретаря ЦК, туда же, в Москву, из Киева приехал Подгорный, и те функции, которые выполнял Козлов, Хрущев разделил между Подгорным и Брежневым. И вот они в таком состоянии находились вплоть до отставки Хрущева. И потом вот на Октябрьском пленуме уже было принято решение сделать именно Брежневу первым секретарем, как, кстати, временную фигуру. Тогда никто не предполагал, что Брежнев на этой должности задержится. Причем я читал документы, что предварительно было принято решение так, что когда Хрущева отстранят от власти, то будет официально учрежден пост второго секретаря, первым секретарем будет Брежнев, вторым секретарем Подгорный, и главой правительства будет Косыгин. То есть, по сути дела, будет официально закреплен триумвират, правящий триумвират. То есть, никому не дадут тех властных полномочий, которые были в свое время у Сталина и у самого Хрущева, который был одновременно и лидером партии, и главой правительства, то есть, главой исполнительной власти. Понимаете? А то нам начинают рассказывать, там, какой Хрущев, все познается в сравнении, это понятно, да. По сравнению с Брежневым, ну, прям гигантские темпы роста советской экономики. А по сравнению с тем, что тебе досталось в наследство. Я же там специально вот показываю все вот это десятилетие, так называемое великое десятилетие, о котором нам расцвистели уши в годы Горбачевской перестройки, да и потом. Вот. Золотая десятилетка, как у нас либералы выражались, Хрущевского управления. Ну, вот. Ну и так далее. Весь период этой десятилетки прям шло сознательное, вредительское разрушение основных столпов в сталинской экономической модели, которые на протяжении четверти века, вы только вдумайтесь, четверти века давали ежегодный прирост национального дохода, совокупного, причем не на бумажках, а в реальных штуках, почти 14% в год. Ну, если быть точным, 13,8%. Каждый год советская экономика росла на 13,8%. Каждый божий год. И потом мы вот скатились к тому, что у нас в 61-м, 63-м и в 59-м, 62-м по сельскому хозяйству во отчисленность населения за этот период как выросла. Сколько ртов-то появилось новых. Вот отсюда у нас возникли проблемы и с потребительским рынком, и с продовольственным рынком. И все это накапливалось как снежный ком, потому что выход из того наследства, которое оставил Хрущев, стали искать не на путях возвращения к тому, что сломал Никита Сергеевич, а на путях той самой конвергенции соединения лучшего из двух систем. Это была замануха, такая морковка для ослика. Вот. И мы вот в этой парадигме, всю вторую половину 60-х, все 70-е и все 80-е годы плелись. Ну и в результате доплелись до краха нашей экономической системы, всего государственного устройства и т.д. и т.п. И если вот так по-большому брать, то вот те события, которые сейчас происходят на постсоветском пространстве, гибель тысячи тысяч наших людей, граждан бывшей единой страны, это вот заклады... Да, доплелись. Да, доплелись. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так что вот таким вот образом. Время, к сожалению, стремительно уходит. Я все-таки надеюсь, что придет осознание того, что Академия наук это действительно должна стать головным центром развития всей нашей науки, прорыва нашей науки на мировом уровне. Сейчас степень наших, условно говоря, открытий в мировом масштабе снизился в разы, если не в десятки раз. А Советский Союз, кстати, по количеству научных работников занимал первое место в мире. Самая читающая, самая образованная страна в мире. Это все дало советской власти, это дали большевики. К сожалению, да, я согласен, что в брежневские времена понасоздавали ненужных НИИ, там сидели эти так называемые научные работники, вязали шапочки, носочки и все такое прочее, ездили на картошку. Опять-таки, к вопросу о картошке. Вот я же историк, исследователь. Что произошло? В 69-м году принимается на Третьем Всесоюзном съезде колхозов новый устав премьерной сельхозартели. Второй, вернее, до этого премьерный устав принимался на втором Всероссийском съезде, Всесоюзном съезде колхозников. В 35-м году. А это спустя почти 35 лет принимается новый устав. Все замечательно, там, все, и один там пунктик есть, который, по сути дела, похоронил советское сельское хозяйство. Знаете, как этот пунктик звучал? Как? Установить работникам колхозов, как и работникам совхозов и всех промышленных предприятий, гарантированное ежемесячное вознаграждение в форме заработной платы. Все. Подписали смертный приговор колхозному производству. Все перестали работать? Конечно. Конечно. Поэтому каждую осень на поля нашей Родины на картошку выезжали сотни тысяч, если не миллионы студентов, тех самых научных работников, ну и т.д. и т.п. Потому что в сталинской системе все было разумно, все было по уму, что называется. Колхозники получали за свой труд в общественном производстве, не у себя в огородике, размеры которых, кстати, были от полгектара до полутора гектаров. Приусадебный участок советского колхозника был именно таким, не шесть соток. от полгектара до полутора гектаров земли приусадебный участок там можно было сажать все, что хочешь в таких значит объемах. Было бы желание, что не только тебе на прокорм и всей твоей семье, но и на рынок хватало вот так вот выше крыши. Сталин прекрасно понимал психологию крестьянина, русского крестьянина. Ему для прокорма нужны там две, три, ну пять соток. Все остальное это то, что он производит на рынок. То, что можно было либо на самом колхозном рынке продавать, либо сдавать через промкооперацию или потребкооперацию. Тебе заранее приезжали и говорили, что мы у тебя купим там сто килограмм лука или сто килограмм моркови по такой-то твердой цене и так далее. Он знал, что он производит. И действительно приезжали из этой потребкооперации и покупали это все. Но при этом был установлен минимум трудодней и оплата этих минимум трудодней она осуществлялась только по итогам года. Вот колхоз должен был сдать в госрезерв столько-то, заложить на семенной фонд столько-то, т-т-т-т-т-т-т-т-т. И вот то, что оставалось, вот это потом делилось в соответствии с трудоднями на каждую семью колхозника. Тогда у колхозника был не то, что стимул, а была необходимость трудиться. Вот в чем дело. Он не улынивал. Он у себя трудился, но он трудился и на общественном производстве. При этом я замечу, что в результате механизации и электрификации села средняя продолжительность труда колхозника и у себя на поле, и на колхозном поле сократилась с 18,5 часов до 10,5 часов. То есть почти в два раза. Вот в чем дело. А здесь установили им гарантированную заработную плату. Пусть может и небольшую, но главное гарантированную, ежемесячную. И нахер ему нужно это общественное производство колхознику. Психологию, что вы поймите. Он получает 100 рублей как член колхоза. А остальные 200 или 300 или сколько там, или 50, он у себя заработает на своем огороде. Он вырастет там картошечку, морковочку, клубничку, все такое прочее. Либо сдаст в потреб кооперацию по чуть заниженной, но железной, железобетонной цене. Либо если он хочет поспекулировать, он поедет на колхозный рынок. При этом заметьте, что при Сталине цены на колхозном рынке и в государственной торговле они примерно были одного уровня. А Хрущев провел свою реформу под видом деноминации провел на самом деле девальвацию рубля. Именно для этого задумывалась эта реформа. Чтобы опустить рубль по отношению к доллару. Чтобы он стоил уже не 4 рубля в старом исчислении или 40 копеек в новом, а 9 рублей в старом или в новом 90 копеек с тем, чтобы гнать нефть за рубеж. Понимаете? И что произошло? В государственной торговле цены действительно были деминированы в 10 раз, а на рынке почесали себе репу, говорят, это мы дураки что ли? Давай-ка воспользуемся ситуацией и не будем в 10 раз. Да, снизим, но в 4, но в 5. И в результате получилось, что мясо в государственной торговле, условно говоря, стоит 2,5, а на рынке 5 рублей. Директора государственных магазинов подумали, слушай, открылись шикарные возможности бабла заработать, а как? А мы сейчас в государственной торговле мясо перекинем на рынок, они там по 5 рублей торгуют, мы, значит, 2,5 положим в выполнение плана, рублик себе любимым, а остальное колхозникам. Вот они так бабло и поделили, и получалось. Приходит труженик после рабочего дня в магазин, а в магазине нету мяса, кости лежат для собак. Ну, что делать-то? Побежали на рынок, купили мясо, только уже не по 2,5, а по 5 рублей. Ну, и началась тотальная коррупция в государственной торговле. Мафия целая выросла. Кто это сделал? Никита Сергеевич. Понятно, что это все создавалось не одним днем, а при Брежневе это расцвело уже пышным цветом. Почему, кстати, родилась сама система заказов на предприятиях? И к праздникам 9 мая, к 8 марту, к ноябрьским, к Новому году и так далее люди получали вот эти самые дефицитные товары. Никто с голоду не дох, но все были очень рады. Баночку икры, палку сырокопченой колбасы, кофе, херофи и т.д. Понимаешь? Вот так вот. Сами своими руками взяли, загубили собственную экономику, а потом не знали, как из нее вылезти. Понимаете? Ну, а про Горбачева я уже молчу. Это уже отдельная песня. Там такое уголовное дело можно завести с такой фактурой, что все делалось сознательно, своими руками все гробили. Так что, вот таким образом. Ладно, я прошу. Мне кажется, что советской науке крах экономики был предрешен, и они не трубили об этом. Как не трубили? Вот я тебе только что привел. Ну, доклад, о котором мало кто знает и в настоящие дни. А должны были по-хорошему знать бы все и в советское время. Не, ну, слушай, чтобы у людей вообще руки опустили, что ли? Ты чего? Нет, чтобы руки наоборот подняли, что надо что-то делать, надо что-то менять. Слушай, ты меня под статью-то не это, как ее... А чего? Да, ничего, потому что здесь Каша, надо будет говорить БВ и АБВГД. Я думал, вы бесстрашный рыцарь. Нет, я бесстрашный рыцарь, но с мозгами.